Всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Я рада вас приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу вам предложить довольно-таки интересный онлайн-расклад. Вы против соперницы. О чем же нам скажут карты? Как вас и вашу соперницу воспринимает партнер? Ваши сильные и слабые стороны? Сильные и слабые стороны вашей соперницы? Чем вы можете удержать мужчину в ваших взаимоотношениях? Чем соперница может удержать мужчину в их взаимоотношениях? И перспективы развития взаимоотношений с вами на ближайшие три месяца? И перспективы развития отношений у него с соперницей на ближайшие три месяца? Перед вами четыре колоды. Вы можете загадать цифру, вы можете выбрать визуально. Это на ваше усмотрение. Поступайте как сочтете нужным. Единственное, я хочу вам напомнить, что точность расклада зависит здесь только от вашей интуиции и вашего подсознания. Я не знаю, есть у вас интуиция, работает она или не работает. Моя задача только считывать информацию с карты. Вы уже сопоставляете ее с тем, что вы видите и смотрите, проигрывается это по вашей ситуации, либо не проигрывается. Так, сейчас я уберу лишние колоды, которые пока не будут участвовать в работе. Вы, для тех, кто выбрал первый вариант, а именно колоду Сергея Логинова, проговаривайте, пожалуйста, про себя имена, даты рождения вас, вашего партнера, если знаете соперницы, и задавайте картам запрос. Как вас воспринимает партнер, ваши сильные и слабые стороны, сильные и слабые стороны вашей соперницы, чем вы можете удержать мужчину в ваших взаимоотношениях, чем она может удержать партнера в ваших взаимоотношениях, и перспективы развития вашей связи на ближайшие три месяца. Так, надеюсь, вы уже настроились, и давайте смотреть. Так, ну давайте смотреть. При необходимости я, конечно, буду докладывать карты, если мне что-то будет непонятно. Так, как вас воспринимает партнер? Здесь карта четко говорит о том, что он видит ситуацию застоя, невозможности развития взаимоотношений. То есть отношения с вами окончены. И в целом он вас воспринимает женщину, которая не стремится либо к личностному росту, либо к карьерному, либо в целом не готова меняться ради ваших взаимоотношений, да? Или же не готова меняться сама в целом. Вы знаете, когда иногда проигрывается? Может, это сейчас прозвучит грубо, но тем не менее, когда мужчина говорит все, давай как-то займи собой, похудей, смени имидж, либо что-то еще, либо давай иди учи языки, либо давай как-то пытайся работать. А вы к этому не готовы, либо просто, скажем так, не делайте этого, ну скажем так, вопреки ему, просто с какой-то вот злости, обиды на него, ситуации, мести и так далее. Как он воспринимает вашу соперницу? А вот здесь по шестерке кубков идет ситуация эмоциональной связи, то есть эмоциональной привязанности. Либо у них были взаимоотношения в прошлом, либо же в целом карта говорит о том, что он по ней ностральгирует, по ней скучает. Она вызывает у него какие-то мечты, какие-то внутренние эмоциональные переживания, то есть эти отношения он отпустить не может и пока не готов. Помимо всего прочего, по этой карте он воспринимает ее как чувствительную, как мечтательную, как ранимую особу. И своего рода, знаете, как, ну пытается его опекать, как маленькую девочку. В чем заключаются ваши сильные стороны? Здесь падает рыцарь Жезлов. Карта показывает о том, что вы человек движения, вы человек дела, вы человек прорыва, очень энергичная, харизматичная, темпераментная, напористая. То есть если вам что-то нужно, вы будете идти до конца, вы будете бороться за свое. Единственное, по этому аркану могу сказать, знаете, как быстро перегораете, то есть можете быстро потерять интерес к чему-либо, вне зависимости от чего-то, хобби, карьера, отношения. То есть если у вас все время не поджигает страсть, то вы быстро теряете интерес. То есть вам нужно постоянное движение, вы не можете находиться в рутине. Ваша задача постоянно, знаете, новые эмоции, впечатления, движения. Вот постоянно вам нужна страсть, вам нужен адреналин. Иначе у вас будет ситуация какого-то тянучего болота, которое для вас в принципе неприемлемо. В чем заключается сильная сторона вашей соперницы? Ну смотрите, и тут выпала карта, да, сигнификаторы каких-то путешествий, поездок и переездов. Ну что такая дама непростая? По колеснице эта женщина полководец, грубо говоря, либо другими словами мужа пьюбки. Причем женщина, у которой может быть несколько партнеров, которые умело ими манипулируют, управляют и знают, как их направить. Женщина, которая задает темп, задает тон отношениям. Знаете, вот этой серии, когда мужчина голова, а женщина шея. Вот это ее конек. Она знает, как себя подать, как преподнести, либо в каком направлении мужчину, знаете, как сориентировать, чтобы было удобно ей. В чем ваши слабые стороны? То, что вы по этой карте, знаете, вы рубите с плеча. Вот из-за вашей эмоциональности, страстности, темпераментности и горячести, вы действуете на эмоциях. Как следствие, принимаете необдуманные, невзвешенные решения. То есть, этой серии, ага, узнали, любовный треугольник, все, собирай чемоданы, уходи за дверь. Вот эта ваша позиция, я не говорю, что она неправильная, но, возможно, вам бы следовало обдумать, что-то взвесить, дабы, знаете, как бы, ну, остаться в ситуации на коне, либо оставить соперницу ни с чем, грубо говоря, с носом. А вот эта вот ваша горячность, она потом вам не дает исправить ошибки. То есть, слишком много рубите дров, а потом не знаете, как ситуацию исправить, ну, скажем так, для себя в приятной перспективе. В чем слабые стороны вашей соперницы? Ну, смотрите, здесь по вот этой вот тройке жезлов могу сказать, что она хватается за все и сразу. У него либо несколько идей, либо несколько перспектив, либо несколько партнеров, и вашего мужчину эта ситуация напрягает. Он понимает, что здесь четко он не один, есть другие, возможно, даже более перспективные варианты. И в случае каких-либо трудностей с ним, она не останется одна, она, наоборот, найдет ему замену. И вот это, знаете, скажем так, его в какой-то степени выбешивает, приводит в состояние ярости и гнева. И, скажем так, если она будет делать на этом акцент, то он сам может, скажем так, от нее уйти. Чем вы можете удержать вашего мужчину во взаимоотношениях? Слушайте, я не знаю, может, вы куда-то собираетесь переезжать, у вас здесь сплошные рыцари, такое редко, но метко. Может, вы часто находитесь в командировках, либо вы в целом меняете место жительства, я не знаю. Значит, чем вы можете удержать своим мужчинам? Либо материальной стороной, да, каким-то образом обеспечить ему надежный материальный тыл, либо физическим притяжением, потому что все пентакли, они отвечают за физику, это сексуальное влечение. По этой карте для вас своего рода, ну, одной из самых важных сторон во взаимоотношениях, это качество секса. Я не говорю про качество, именно качество. И вот именно этим вы берете своего мужчину. Он тоже ценит этот аспект. Помимо всего прочего, вы готовы мужчине обеспечить длительный, стабильный, долговременный союз. То есть он понимает, что вы не размениваете сегодня один партнер, завтра второй, послезавтра третий. Вы не готовы разменивать себя и раздаривать на кого-либо. И вашему мужчине это от вас нравится. То есть вы этим, скажем так, можете мужчину себя удержать. Так, чем же может удержать его ваша соперница? Ну, форматом свободных взаимоотношений. Потому что перевернутый мир, это сама по себе ситуация, когда она не держит его возле себя. И вот это, знаете, его цепляет. А именно, вот знаете, как она не пытается на него набросить поводок. То есть гулять, дорогой, тебя никто не держит. И ты мне не один. Я всегда буду с теми, с кем мне комфортно. Его это задевает, это его якорит. Потому что он хочет сам себе доказать, что он лучший, что он будет первый и что он будет единственный. Вот эта вот позиция, скажем так, с ее стороны очень мудрая. Тем более падает старший аркан, это, знаете, она его этим задевает за живое. И очень крепко этим к себе привязывает. Каковы перспективы развития ваших взаимоотношений? Ну это вообще, все четыре рыцаря. Так, могу вам сказать так. По этой карте мужчина вам будет лгать, но тем не менее будет в завязке в отношениях с вами. Карта говорит четко о том, что он не готов отпускать отношения с вами, он за вас держится. Но и тем не менее здесь не пытается их разорвать. То есть за вас будет держаться руками и ногами, обещать какие-то золотые горы из серии там «Либо я с ней порву, либо я от нее уйду». Но тем не менее будет врать и этой. То есть мужчина настолько уже заврется в своей лжи. Будет лгать не только по крупному, но и по мелочам. Но из отношений выходить не собирается. Как будто обстоят дела с соперницей. Здесь в целом какая-то ситуация односторонних отношений. Потому что вот здесь мужчина видит, что нет равного энергообмена. То есть либо женщина его пользует и пользует только в материальном аспекте. То есть только берет, 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 позволяет себя любить, но не дает ничего взамен. Либо же он. Давайте все-таки у них этот момент уточним. Что же там? Каковы перспективы? Так, ну ситуация разбитого сердца, разбитого треугольника. Могу вам сказать так. Скорее всего, вот эта его ситуация будет очень сильно напрягать. Он поймет, что в нее вкладывается и морально, и материально, и физически. А она вертит носом. И вот эта вот позиция, она его просто ведет в состояние ярости и гнева. Он, скажем так, это в себе передавит, проглотит, переживет и не простит. Потому что для него это неприемлемо. Он может быть только единственным и никак иначе. Да, ему будет больно, ему обидно, будет досадно. Она будет, скажем так, задевать его эмоционально, ядрить его душу и сердце. Но он, скажем так, возьмет свои эмоции и чувства под контроль. Потому что он вот по картам, это человек, который сам управляет своей жизнью. И в этом вопросе он ей спуску не даст. Вот такой у нас вышел первый вариант. Так, сейчас я выберу карты. Теперь мы переходим в последующий колодий. Для тех, кто выбрал второе божественное наследие. Проговаривайте, пожалуйста, ваши имена, даты рождения. Визуализируйте себя, партнера, соперницу, если вы ее знаете. И задавайте картам БСУ. То есть, как вас воспринимает партнер, как он воспринимает соперницу. В чем ваши сильные и слабые стороны. В чем ее сильные и слабые стороны. Чем вы можете удержать мужчину во взаимоотношениях. И каковы перспективы развития вашей связи на ближайшие три месяца. Итак, как вас воспринимает мужчина, как он воспринимает соперницу. Ваши сильные стороны, ваши слабые стороны. Ее сильные стороны, ее слабые стороны. Чем вы можете удержать мужчину во взаимоотношениях. Чем она может удержать. Перспективы развития вашей связи. Перспективы развития их связи на ближайшие три месяца. Так, ну давайте смотреть. Как вас воспринимает партнер. Карта четко говорит о том, что вы либо младше его. То есть, он вас покровительствует, как знаете, такую неопытную, молодую, роднимую, эмоциональную, чувствительную, красивую. То есть, вы знаете, для него образ своего рода такой вот девочки-ребенка, которой он хочет опекаться, которой он хочет заботиться, которая требует ласки, внимания, нежности. То есть, даже не в чем-то, знаете, такую вот очень наивную и доверчивую, то есть, неопытную. Либо у вас было немного мужчин, либо вы в целом смотрите на мир с открытой душой и глазами. Вот у него такое четкое восприятие именно вас. Как он воспринимает вашу соперницу? Так, ну здесь Аркан четко говорит о том, что он ее воспринимает на данном этапе какой-то склочной, какой-то неуживчивой, которая постоянно, знаете, вот может рубить с плеча, либо в целом дать любому отпор, которая в какой-то степени агрессивна, воинственна. Ну, скажем так, за словом в карман не полезет. Помимо всего прочего, женщина, которая сумеет отсечь любые отношения, если они будут неудобны, то есть, она здесь не церемонится, четко отстаивает свои позиции. Но вот здесь видит каким-то холодным, какой-то вот враждой. В чем ваши сильные стороны в этих взаимоотношениях? Ну, то, что у партнера, у вас, к вам точнее, есть эмоциональная привязка. То есть, во-первых, отношения ваши длительные. Они, скажем так, вы знаменитете уже как родной человек, как близкий друг, как в какой-то степени вторая половина. Но по шестерке кубков, знаете, вот сильно идет эмоциональная привязка. И в этом ваша сильная сторона. Потому что, ну, тем не менее, вы сможете на этом сыграть и каким-то образом обернуть ситуацию в свою сторону. В чем сильная сторона вашей соперницы? Так, ну, смотрите. По этой карте она хоть и сама не знает, чего она хочет, но тем не менее, вот эта ее неопределенность в жизни, в целом, не только во взаимоотношениях, говорит о том, что ей легко манипулировать. Либо она может создавать видимость, что ее можно манипулировать. Хотя на самом деле не такая простая штучка. В общем, она себя показывает такой какой-то, вот знаете, женщиной без определенного пути, да, по жизни. Может даже проявлять себя как женщина, скажем так, без определенной ориентации. Но тем не менее, по этой карте она понимает, что вашего мужчину на этим цепляет. У него возникает желание направить ее на путь истины, да, скажем так, и за счет этого самоутвердиться, что он какому-то человеку помог в жизни, да, и стал духовным учителем. В чем ваши слабые стороны? Здесь, ну, то, что вами манипулируют, то, что вас обманывают, что вы легко подаетесь чужому влиянию, чужому воздействию. И для некоторых это может быть в целом как пробитая защита, как наличие какого-то деструктива. Вот в этом-то, скажем так, и является ваша слабая сторона. Но в целом перевернутый маг – это то, что вас очень легко обмануть и обвести вокруг пальца, потому что перевернутый маг – это карта обмана, карта каких-то афер. В чем слабая сторона вашей соперницы? Давайте смотреть. Так, ну, слабая сторона в том, что это женщина, ну, которая, знаете, мало того, что закрывается, ни к чему не стремится. То есть ее всегда устраивает вот все как есть. Она не стремится ни к личностному росту, ни к каким-то познаниям, ни к улучшению качества жизни, вот когда другие там быстрее, выше, сильнее, там, квартиру, машину, выучить два языка, куда-то поехать. Ей ничего это не нужно. То есть она, вы знаете, как бревно, здесь все плывет по течению, и ничего ее в жизни не интересует. Просто ваш мужчина с такой женщиной заскучает. Ему будет скучно, ему надоест ее толкать, двигать вперед, давай, давай, вытягивать, знаете, грубо говоря, из какого-то дерьма по жизни. Он от этого устанет, потому что нельзя помочь человеку, если он сам не хочет выпутываться, скажем, там, с каких-то своих проблемных ситуаций. Он от этого просто устанет. Так, чем вы можете удержать мужчину в ваших взаимоотношениях? Так, ну, эта карта в целом говорит на ситуацию преодоления кризиса, потому что после этой карты эта пара либо одна всегда расходится, либо же в целом, это, знаете, как пережив вот эту вот грандиозную бурю, люди могут, в принципе, остаться до конца своих дней вместе. Эта карта, когда вот текущая ситуация, она вам откроет какие-то иные грани друг друга, поможет узнать друг друга более глубоко и попытаться исправить ошибки прошлого. То есть вот здесь все-таки это ситуация, что вместе мы с силой, мы вместе сможем преодолеть эту ситуацию. Чем сможет удержать вашего мужчину соперница? Ну, это, знаете, чем? Только привязкой, потому что перевернутые, повешенные, это все-таки какие-то привязки, причем негативного магического воздействия, по этой карте могу сказать, только вот в этом контексте, потому что, ну, вот честно, женщина какая-то вот бездуховная, безэмоциональная, и в целом, знаете, ну, вот то, что я вижу по арканам, неинтересная. И в целом, по этой карте, даже вот если не с позиции магии, она может корчить из себя состояние жертвы. То есть, например, если это его супруга, да как же, да я как же без тебя, а у нас дети, а я сама не работаю, что мне делать? То есть идет какая-то ситуация давления на его какие-то обязанности, на его долг, на какие-то обязательства, да, либо обещания. Если же в целом они не враги, это любовница, то это ситуация жертвы. Вот, я повешусь, я покончу с собой, вот давление на жалость. Вот по этой карте это 100% проходит. Итак, перспективы развития взаимоотношений с вами. Ну, на ближайшие 3 месяца это ситуация ссор, которая приводит к разрыву взаимоотношений. По крайней мере, на ближайшие 3 месяца так проигрывается ситуация. И как будет разык проигрываться? У них ситуация на ближайшие 3 месяца. А у них здесь ситуация стабильности. Это, знаете, для некоторых даже проиграется как ситуация сожительства. То есть, все-таки, либо мадам заикарит его манипуляциями тем, что она с собой что-то сделает, либо тем фактом, что она его привезла с помощью магии. Поэтому у вас разрыв, а здесь, как следствие, знаете, своего рода создание семейного очага. Поэтому, к сожалению, но вот по второй позиции падает именно так. отписывайтесь потом в комментариях, как у вас проигрывается, либо не проигрывается расклад. Так, а я перехожу к третьей колоде. Так, Таро современного заклинателя. Смотрим для тех, кто выбрал эту колоду. Проговаривайте, пожалуйста, про себя, ваши имена, вас, партнера, если вы знаете соперницы, дата рождения, визуализируйте и давайте картам посыл. Как же вас воспринимает ваш мужчина и вашу соперницу? В чем ваши сильные и слабые стороны? Чем вы можете удержать вашего мужчину? И каковы перспективы развития ваших взаимоотношений на ближайшие три месяца? Итак, давайте смотреть, как воспринимает мужчина вас как соперницу, в чем ваши сильные стороны, в чем слабые, в чем сильные стороны ее, в чем ее слабые стороны. Чем вы можете удержать мужчину во взаимоотношениях? Чем может удержать она? И перспективы развития вашей связи, и перспективы развития связи с вашей конкуренткой. Так, ну давайте смотреть, как же он все-таки воспринимает вас. По этой карте Луна не всегда негативный аркан. Здесь либо идет какая-то телепатическая связь, то есть как родство душ, как обретенная вторая половина, либо в целом партнер считает, что вы соединены какой-то невидимой красной нитью друг с другом, потому что здесь это, как правило, какое-то интуитивное ощущение понимания друг друга. Ну вот, например, вы либо друг другу часто снитесь, либо вот вы подумали о человеке, он вам позвонил, либо он говорит, вы договариваете, либо вы четко ощущаете ситуацию, когда у кого-то что-то болит, либо кто-то как-то себя чувствует, или что у вас происходит в жизни, даже если вы на расстоянии. Вот вы знаете, вы как-то ощущаете, что что-то с партнером происходит нехорошее. Либо идет ситуация ясновидения, какие-то вещи, сны по поводу друг друга. Ну а в целом партнер, кстати, может вас воспринимать как человека с сильными способностями, склонностями к экстрасенсорике, мантике, либо в целом к ясновидению. То есть такую личность достаточно непростую и загадочную, потому что Луна это все равно карта тайны, карта невыясненного, неопознанного и необъяснимого. Как он воспринимает вашу соперницу? Ну такая мадам воинственная, но тем не менее, которая готова, скажем так, сложить ножи своей агрессии и идти на компромисс, если это ей выгодно или удобно. Но вместе с тем эта женщина такая воинственного характера и очень закрытая, которая не открывается ему до конца. Возможно, его это и цепляет, потому что, знаете, ему хочется, чтобы женщина для него была как открытая книга, и вот пока он не докопается, он не отступит. Вот в этом, на данный момент, скажем так, вот такого и он увидит. Так, ваши сильные стороны. Ну, то, что вы женщина очень мудрая, причем мудрая не по годам. Ваша мудрость и опыт для него своего рода это как свет в конце тоннеля, а вы ведете его по жизни, вы его духовный наставник, вы его мудрый учитель, вы его мудрый советчик. И в целом, человек, в котором он может найти, вот знаете, какое-то вот твердое плечо, поддержку, помощь и опору. Вы можете ему посоветовать, дать ему дельный совет по ситуации, либо объективно увидеть какую-нибудь проблему и помочь ее разрешить. То есть, как, знаете, как вот верный спутник по жизни. То есть, вот в этом и заключается ваше преимущество. В чем сильная сторона вашей соперницы? А вот здесь мадам сама себе на уме. Почему я так говорю? Потому что это карта лжи и обмана. И вот знаете, как там есть такая пословица, там, где ты учился врать, я преподавала. Вот это ее история. Потому что по этой карте женщина, скажем так, падкая на мужчин. И вообще, это ситуация двойственности. Посмотрите, ваш мужчина у нее не один. Либо у нее есть партнер постоянный, либо в целом какие-то еще отношения, которые на ней афишируют. Так, в чем ваша слабая сторона в этих взаимоотношениях? Ну, потому что вы прежде временем опускаете руки. Потому что вот перевернутая восьмерка жезлов это карта препятствий. Все, вы увидели трудности, вы увидели препятствия. И заняли позицию, а, ну раз любовный треугольник, мне это уже не надо, я отойду в сторону. А вот по текущей ситуации возможно вам бы стоило побороться со своего мужчину. Безусловно, решать и вам, но, как говорит карта, это даже не с позиции мужчины, а в целом. Когда вы видите какие-то трудности и препятствия, вы знаете, именжуйтесь, отступайте назад. Вместо того, чтобы переосмыслить и кинуться в бой с головой, либо в целом отставить свою позицию, свою точку зрения, свою территорию, вы пускаете ситуацию на самотек. Потому что считаете, что в каком-то контексте, видимо, вам это не по силам. Так, в чем слабая сторона вашей соперницы? Легкомыслие. Вот я сейчас скажу, назову вещи своими в нами, дура. Вот это ее слабая сторона. Она хоть и хорошо врет, но тем не менее, это знаете, как девочка-дурочка, я могу назвать именно так. Которая относится к жизни легкомысленно, которая имеет множество связей, которая живет одним днем без перспектив и планов на будущее, и в целом воспринимает вашего мужчину несерьезно, а ему это не нравится. И вот это, конечно, его задевает, что и является, собственно говоря, слабой стороной вашей конкурентки. Чем вы можете удержать своего мужчину в этих взаимоотношениях? Ну, смотрите, эта карта говорит, что пришло время, знаете, как бы встряхнуть, да, ситуацию, поддать жару, несмотря на то, что это мать с мечей, в этой колоде она все-таки проигрывается как не воздушная, а огненная стихия, поэтому обратите на это внимание. То есть вам, во-первых, необходимо зажечь страсть в вашем мужчине. Вот знаете, как дать искру, потому что туз это всегда начало. Это, знаете, как правильно вам сказать, дать новый импульс, который позволит вам сблизиться и начать все заново. Посредством разговора по душам, который остается в точке над «и», даст понять, что было не так, что можно исправить, что нужно для этого сделать. То есть ваш конек в том, что вы зажигаете всегда в своем мужчине вот эту искру и пламя страсти. Так, чем может удержать соперница? А чем может удержать соперница? Только хитростью, коварством. Вот, ну, ложь, которую она использует. Потому что семерка мечей это ситуация, когда в целом, это, знаете, жизнь на две семьи либо на два партнера, когда лжет и не краснеет. Это просто. Но вот здесь это сама по себе ситуация, называется и вашим, и нашим. Хочет успеть и там, и сям. Ну, как говорится, посмотрим, как это проиграется. Но за двумя зайцами поконишься, по итогу ни одного не поймаешь. Каковы перспективы развития ваших взаимоотношений? На данном этапе у вас отойдет ситуация каких-то неоправданных ожиданий, либо вы в целом устали ждать его возвращения каких-то действий с его стороны. И по итогу какое-то разочарование. Вот я для себя столько сделала, я старалась, а ты этого не оценил, не понял. И как следствие, вот вы опустили руки, все, вам ничего не хочется делать. Хотя позиция, ну, неправильная, на мой взгляд. И каковы перспективы здесь? Сейчас, давайте уточню этот момент. Потому что и Аэрофант, она же жрец, она же папа. Карта такая достаточно интересная. Я сейчас объясню, почему. Здесь она попытается создать его какими-то обязательствами, будет давить на его духовные, морально-этические нормы, чем самым вгонит его в тупик, свяжет его по рукам и ногам. Будет давить на официальный брак. Причем, знаете, свое истинное обличие, она будет скрывать за своей лжемаской духовных и морально-этических ценностей. И он на это поведется и по итогу и по итогу останется в тупике. Давайте, мне уже прям само интересно, что же там у вас. Сможете ли вы разорвать этот порочный круг. У вас ситуация ностальгии. Вот вы все-таки заняли какую-то выжидательную позицию, пусть он действует, а я сяду, подожду. Ну, конечно, безусловно, решать вам, правильно это решение или нет. Ну, не знаю. Итак, давайте все-таки перспективы. Ситуация поражения. А здесь ситуация предложения руки и сердца, ситуация брачных перспектив. Поэтому, смотрите, здесь совет от карт. Если вы оставите все как есть, то для вас это будет ситуация проигрыша. Вы останетесь ни с чем. Если вы начнете действовать и бороться за этого мужчину, если он вам дорог, то у вас есть все шансы эту ситуацию повернуть в правильное русло и выйти из этой ситуации победительницей. Потому что, скажем так, под лежачий камень в дальний течет. Я ставлю эту ситуацию без изменений. Вы просто этого мужчину потеряете. В общем, решать вам, безусловно. Это только разбор ситуации на картах и совет от Таро. Итак, для тех, кто выбрал четвертый вариант, четвертую колоду, колода Барбары Мор, магическое Таро. Пожалуйста, проговаривайте про себя имена, даты рождения вас, вашего партнера, если вы знаете эту соперницу. Визуализируйте образ. Давайте кайт вам запрос. Как вас воспринимает ваш мужчина, как он воспринимает соперницу, ваши сильные и слабые стороны, сильные и слабые стороны соперницы, чем вы можете удержать мужчину, чем она может удержать вашего партнера, и перспективы развития ваших взаимоотношений на ближайшие три месяца. Так, как мужчина воспринимает вас, как воспринимает соперницу, ваши сильные и ваши слабые стороны, ее сильные и ее слабые стороны, чем вы можете удержать мужчину, чем она может удержать, перспективы развития вашей связи и их связи на ближайшие три месяца. Давайте смотреть. Так, как все-таки мужчина воспринимает вас? По королеве жезлов, если вы не являетесь представительницей данной стихии, мужчина вас воспринимает как женщину страстную, темпераментную, харизматичную, очень энергичную, профессионала своего дела, неважно, домохозяйка вы, либо вы у вас в бизнесе, или вы наемный работник. То есть женщина, которая доводит все до конца, которая постоянно кипит энергией, любит быть в центре внимания, любит красиво выглядеть, красиво одеваться. То есть, скажем так, вот эта бешеная энергетика для него, знаете, как согревающее какое-то вот, ну, как согревающее солнце, согревающее его душу, вот такая вот женщина. Как он воспринимает вашу соперницу? Здесь падает карта правосудие. Ну, женщина, которая, во-первых, действует с позиции аналитики и разума, то есть, она очень долго все взвешивает, все за и против. Она очень, скажем так, чувствительна к справедливости по отношению к ней, то есть, не приемлет ложь, обман, лицемерие и сразу будет отсекать таких людей вокруг себя. И в целом всегда выступает за честность, за открытость, за какую-то открытую игру. То есть, не приемлет каких-то вот неоднозначных отношений. Помимо всего прочего, по этой карте она может быть являться представителем закона, либо же в целом женщина, которая работает в области юриспруденции, то есть, адвокат, нотариус, либо же каким-то образом связана с работой в госструктурах. Так, ваши сильные стороны. Но здесь могу сказать однозначно, вашей сильной стороной является тот факт, что вы сглаживаете все конфликтные углы, скажем так, немножечко прогибаясь под своего мужчину. То есть, вы идете на уступки, вы идете на какой-то компромисс, дабы отношения поддерживать и восстанавливать. Не лезите на рожон. Это мудро, это правильная позиция, справедливая, и это он вас очень ценит. Сильные стороны ваши соперницы. А вот здесь вот падает король жезлов. Ну, могу сказать, это знаете, вот как проигрывается, скорее всего, как мужик в юбке. То есть, очень властная, очень такая авторитетная, авторитарная, бы даже сказала. Немножечко даже в чем-то такая женщина диспот, женщина-тиран. Сказала, как отрезала. То есть, ее, скажем так, какие-то поступки и слова не подлежат обжалованию. Помимо всего прочего, женщина, которая ценит, скажем так, секс, любит хороший, любит качественный секс, по-своему, знаете, как очень энергичная, но вот этот вот свой темперамент она прячет глубоко внутри. То есть, скажем так, очень страстная, она становится именно наедине со своим мужчиной, не проявляется вы, скажем так, сексуальность вне. Так, слабые стороны ваши. У вас здесь падает король Пентаклей. Ну, то есть, что вы зависимы от денег. Вы можете зависеть материально, либо зависеть от мужчины, от супруга, или в целом, как говорит этот Аркан, очень часто зависимы от обстоятельств. Но чаще всего здесь просто как бы проигрывается материальная сторона. И тем самым мужчина понимает твердо, что может вами манипулировать. Помимо всего прочего, вы женщина, которая любит постоянность, вы женщина консервативная, для вас неприемлемы какие-то, ну, не то чтобы новшества, да, но вот у вас какие-то вот старые модели поведения и мировоззрения касательно семьи, взаимоотношений, устроенности, быта и так далее. А вашему партнеру здесь как-то не хватает инноваций. Слабые стороны вашей соперницы. Здесь падает перевернутая колесница. Аркан указывает на то, что это женщина, которая по факту не знает, чего она хочет. Хочет она быть с этим мужчиной или не хочет, или в каком направлении ей двигаться. И вот эти ее качели, то приходит, то уходит, то возвращается, скажем так, играют не ей на руку. Рано или поздно это, скажем так, утомит вашего мужчину, он захочет выйти из этих взаимоотношений. Чем вы можете удержать своего партнера в этой связи? Здесь падает перевернутый дурак, а именно какой-то легкостью, непосредственностью и отношениями без обязательств, без перспектив и планов на будущее. Ну, то есть, другими словами, чтобы вы не показывали явно свою политику, женить его на себе, если вы не состоите в браке, да, или если вы в брачных, партнерских отношениях, то вам нужна какая-то непосредственность, дать ему больше свободы, почувствовать его, знаете, каким-то вот нестесненным обстоятельствами и семьей. В каком контексте, не то, что ему разрешить гулять направо и налево, но давать немножко больше свободы. Хочет пойти там с друзьями куда-либо, пускайте. Хочет побыть один, не долбить ему по этому поводу мозг, потому что здесь ему явно не хватает свободы. Так, чем она может удержать вашего мужчину? Ну, здесь, скажем так, тем, что она женщина с перепадами настроения, что у нее не будет баланса, потому что, знаете, это вот из серии, когда то холодно, то жарко, то притягивает, то отталкивает, и вот эта непонятная манера линия поведения, вот она перекликается вот с этим, она все-таки вашего партнера в какой-то степени будоражит, не привязывая, но ему просто интересно, почему она так себя ведет, то отталкивает, то притягивает, в какой-то степени у него возникают моменты ревности, осознание того факта, что он у нее не один, и, знаете, как-то его вот будоражит. Плюс, что в отношениях нет гармонии, нет баланса, отношения постоянно, знаете, как на грани, вот это его тоже по-своему цепляет, он понимает, что, например, в любой момент он может ее потерять, любые отношения могут распасться. И каковы перспективы развития вашей связи на ближайшие три месяца? Ну, вот здесь падает перевернутый аркан солнца, солнце даже в перевернутом положении, это позитивный аркан. Могу сказать однозначно, что отношения ваши будут продолжаться, партнер не намерен вас отпускать либо рвать с вами взаимоотношения. Единственное, что могу здесь добавить, это какое-то проявление эгоизма с его стороны по отношению к вам. И помимо всего прочего, карта указывает на какие-то отложенные в долгий ящик в отношении вас намерения. Ну, например, если я там обещала жениться, то это будет не так скоро, как бы вам этого хотелось. Но, тем не менее, чувства и эмоции по отношению к вам у него однозначно есть. Каковы перспективы развития взаимоотношений с соперницей на ближайшие три месяца? Ну, сам себе хозяин, человек-победитель. Он четко понимает, что умеет манипулировать и вами, и его эта позиция устраивает, и никого из вас он терять не намерен. То есть, так ситуация останется без изменений, и он останется при своих интересах. Вот такой у нас вышел последний расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, как он у вас проигрывается или не проигрывается. Буду вам признательна за обратную связь. Для тех, кого интересуют индивидуальные консультации на платной основе, мои контакты вы можете найти по ссылкам под этим видео. Ну, а я вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok